Приветствую вас и проблема, которую вы описали, вот ваша дилемма, ваша не знаю как быть, можно разделить на несколько моментов, на несколько частей. И первым просто могу отметить, что именно в ваших отношениях с мужем наблюдаются проблемы. Ну, если не сказать, что такие прям серьезные, то, наверное, я скажу, что очень-очень-очень ощутимые. И я надеюсь, что вы понимаете сами, что вот то, что вы увлеклись молодым человеком, вот этим вот, которым у вас был танец, Ну, вообще говоря, нормально, то, что вы увлеклись им. Почему? Нормально потому, что вам не хватает ласки, вам не хватает заботы, вам не хватает нервности. Вообще вы не чувствуете себя женщиной, за своим мужем, я имею в виду. И из-за этого, конечно же, вы испытываете потребность в мышковом внимании. И этот мужчина, с которым вы танцевали, запал вам в душу именно как средство, как источник того, что вы хотели. И кроме вот этого вот олицетворения всего того, что вы на данный момент желаете, по-другому вы его, скорее всего, на данный момент не воспринимаете. Да, конечно, может быть, вы в него влюбились, и, может быть, он действительно вам дорожит, и, может быть, у вас с ним получилось быть, построить отношения. Да, все это может быть, но вероятность этого слишком мала. Поэтому давайте для начала подумаем. Вот вы сейчас со своим мужем, которому у вас остыли чувства, и с которым у вас сейчас, я понял, такая, знаете, холодность, очень сильная холодность. Вот, смотрите, вы пишете, что вы ссорились со своим супругом из-за сын крови. На данный момент проблема, как я понял, не решена. Мужчина ее решать не хочет. А вы, в принципе, для себя решения этой проблемы, ну, я имею в виду удовлетворительного решения этой проблемы, тоже с ним не видите. И в итоге получается, что вы с ним сейчас живете как соседей. Вот у меня к вам и вопрос. А почему вы продолжаете с ним жить как соседей? Ради чего? Ради ребенка? Но ребенку, пожалуй, только хуже, если его родители, по сути, только проживают вместе, но между ними напряженно. Или ради себя? Может быть, все дело в том, что вы, условно говоря, боитесь или опасаетесь потерять ту некую стабильность, которая у вас есть. Смузин. Да, может быть, эта стабильность не самая лучшая. Может быть, эта стабильность для вас не самая приятная. Но это лучше, чем... Это что-то, и это лучше, чем если бы не было ничего. И, наверное, вы для себя это прекрасно поснимаете. И отсюда, отсюда как раз, идет ваше желание сохранить отношения с Мулем. В другой стороне, вы испытываете чувство вины. Вот вы сами написали, что вы не можете смотреть своему мужчине в глаза. Хотя вы, по сути, не сделали ничего плохого. Вы не изменили своему мужу. Вы, обратно, потанцевали с другим человеком. Да, это неприятно. Но муж-то об этом не знает. Муж этого не видел. А вы, по крайней мере, формально ничего другого не сделали. Это совершенно непонятно, почему вы испытываете чувство вины. То есть вот над им нужно точно подумать, что заставляет вас его испытывать. Что заставляет вас испытывать чувство вины. Потому что, ну, в данном случае, вы совершенно ни в чем не виноваты. Я надеюсь, что вы это понимаете. Дальше. Вот когда вы определитесь, ради чего вы терпите такую жизнь с мужчиной, вы подумайте, насколько оправданно то, чего вы хотите. Иначе говоря, вы надеетесь что? Вы надеетесь отношения со своим мужем сохранить? Если да, то вам нужно понять, что это работа двух людей всегда. И один человек, то есть вы, не сможете отношения охранить в любом случае. Вам придется только уступить вашему мужу. Во всем уступить, что он, условно говоря, что он делает, что он хочет. То есть вот он считает, например, что ваша срекровь должна присутствовать в вашей жизни. И вам с этим нужно смириться. Вам с этим нужно, ну, как-то жить. Это в первый момент. Второй момент. Чтобы мужчина понял что-то для себя, чтобы у мужчины был стимулом менять свое поведение, нужно лишить его того, что у него есть сейчас. Потому что мужчина не будет стимула менять свое поведение, пока вы с ним рядом. Пока вы не захотите, ну, условно говоря, что-то вообще предпринять для изменения ситуации. Этой вот. Которой вы оказались сейчас, сейчас, на данный момент. Вот об этом-то вам и нужно подумать. Как изменить ситуацию таким образом, чтобы, значит, у мужчины появился стимул для изменения. А если стимула не появится, то вам с ним расставаться нужно. Вам нужно показать ему, что вы не собираетесь смириться с тем, что происходит сейчас. Вам нужно показать ему, что вас не устраивает то, что есть сейчас. И что вы будете бороться, вы будете отстаивать свои интересы любой ценой. В том числе и через вступление в новые отношения. Но не сразу. Понимаете, когда человек уходит из одних отношений в другие, хорошего из этого, к сожалению, никогда ничего не получается. Потому что ваш мужчина, с которым вы, условно говоря, танцевали, это, по сути дела, замена. Или, по сути дела, восполнение того, чего вам не хватает. А когда вы то, чего вам не хватает, получите, что будет тогда? Неизвестно. Будет ли этот мужчина тем же трепетным, как сейчас? Или, может быть, нет? Неизвестно. И я надеюсь, вы понимаете, что рисковать, рисковать вашим счастьем, вашим семейным счастьем, вашими даже детьми, потому что ваше эмоциональное состояние также влияет и на них. Ну, не стоит. Не стоит этого делать. То есть, суммируя все то, что я вам сказал, я бы хотел резюмировать. Есть несколько моментов, на которые вам нужно обратить внимание. Первый момент. Это то, значит, ну вот, проблема свекрови, да? То есть, если мужчина хочет быть с вами, он уважает ваше желание. Если он уважает ваше желание, то понимают, что его семья, то есть, он, вы и дочь, это отдельное образование, свекровь в ней играет только гостевую роль. Если мужчина не хочет этого понимать, то тогда уже его право и его выбор, но и ваше право и ваш выбор, быть с ним или нет. Вы совершенно находитесь в своем праве заявить мужчине, что не желаете, не готовы жить в такой ситуации и уходите от него, чтобы побыть отдельно, чтобы побыть в одиночестве. Для чего? Чтобы не быть зависимым от мужчин, мужа, другого человека, не важно. Второй момент. Второй момент, включается в вашем чувстве вины. То есть, вот, конечно, может быть, вы в другом контексте, вы написали, что не можете смотреть ему в глаза, может быть, вы имеете в виду, что вам противно, но если имеет место быть чувство вины, то на него нужно работать. Почему оно появилось? Чувство вины, это почти всегда перенос своей ответственности, собственной ответственности на другие сферы. В ДКБ вы априори ответственности не несете. Дальше. Нужно избежать вот этого вот элемента увлечения, когда вы какое-то время с этим парнем проведете, допустим, как отнушен от мужа, а потом огладеете и останетесь ни с чем, как и написал вам мой коллега. Вот чтобы этого не было, нужно определить, есть ли надежность мужем или нет, если есть, то как это можно реализовать, если нет, то как можно разойтись, и уже после того, как все у вас с мужем закончится, начинать встречаться с этим мужчиной. Но встречаться не как женщина, которая отчаянно нуждается в мужской ласке и ищет ее у того, кто готов, да, а встречаться как независимый, равноправный партнер. И чтобы не попасть в очередную или, может быть, в первую эмоциональную и психологическую яму от мужчины. Потому что, ну, мне кажется, что если вы живете без интимной близости и месяцами, то, наверное, у вас некоторая зависимость от мужа тоже есть. Может быть, вы этого не осознаете, может быть, вы не грустите со мной, но, тем не менее, она есть. И от нее надо избавляться. А мужа вам желательно для начала понять. Ему удобно, что свекровь, то есть его мама как бы сидит в вашей семье. И чтобы ему, чтобы у него появилась необходимость это изменить, нужен стимул. И вы тот самый стимул, который может изменить поведение мужчины. Вопрос в том, чтобы вы перестали давать ему то, чего он хочет. И если вы, мы можем сказать, что вот, ну, мы были перенитивной близости, да, мы жили как соседи, разве это не отказ мужчине в том, что он хочет. Да, возможно, это отказ. Но простите, даже если это отказ, и мужчина все равно ничего не делает и не меняет свою точку времени, не пристает правильности, правоты вашей претензии, это значит, что отказ недостаточный, и он уверен, что либо вы, он уверен, что вы смиритесь с его позицией и с тем, что свекровь будет присутствовать в вашей семье. И вот это является неправильным. Как с его точки зрения, это заблуждение, так и с вашей точки зрения, это поведение. И вот это нужно менять. Менять постепенно, не сразу. То есть не сразу отсекать мужчину полностью, говорить давай подадим развод и так далее. Нет. Впервые надо подумать над тем, чтобы стать от него независимой вам. Независимой финансово, независимой психологически, независимой на личностном уровне, чтобы у вас была область, куда не было доступа никому, кроме вас. И вот так постепенно от него отдаляться. Когда финансово независимой будет, можно подумать о том, чтобы пасти отдельно. И вот так постепенно прийти к разводу, если мужчина не образуется. И вот если вы к разводу придете, и если мужчина не начнет что-то менять, вот тогда можно и нужно смотреть на этого мужчину, которым вы танцевали. Только тогда у вас может получиться что-то хорошее, крупное, стоящее, а главное что-то сделает вас счастливым. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok